У нас сейчас, в данный момент, есть премия в области профессионального искусства. Она присуждается один раз в два года, размером 100 тысяч. И возникла необходимость еще одной премии, именно театральной. Этот год у нас был объявлен Владимиром Путиным годом театра. И в год театра мы проводили совет по культуре и искусству при главе Республики Бурятия Алексея Самбоевича Цыденови. И у нас с театралами был поднят вопрос о появлении еще одной премии конкретно для театральных деятелей, конкретно для театральных коллективов, профессиональных театральных коллективов. Дело в том, что если присудить премию в 100 тысяч и дать это целому коллективу за постановку, как это у нас было в прошлом году, дали премию, госпремию именно коллективу театра оперы и балета за постановку Бал Маскарад. Там у нас Юрий Константинович Лаптев ставил как режиссер. И в эту группу вошли ведущие солисты, которые исполняли ведущие партии. Но согласитесь, что премия в 100 тысяч для того, чтобы сделать такую хорошую постановку или сделать какой-то прорыв в области театрального искусства, это очень мало. Эти 100 тысяч делятся между всеми участниками госпремии. И, конечно, людей больше волнует именно получение такого звания, да, лауреата госпремии. Значок вручается, вручается диплом. Но все же очень хотелось бы, чтобы была весомая какая-то сумма. Но все-таки, если сделать премию для театров в 300 тысяч, это будет более весомо. Допустим, пять человек возьмут эту премию, да, поделят между собой. И получается, что люди, которые целый год работали над шедевром, они получат по 60 тысяч. Но это будет, я думаю, более резонно. И глава Республики Бурятия поддержал это предложение Союза театральных деятелей. И присуждение именно в номинации за честь и достоинство. И решать будут, кто будет получать эту премию. Ну, конечно же, в том числе, кроме комиссии правительства, в том числе будет решать и Союз театральных деятелей. Они будут выдвигать на эту государственную премию.